В 80-х на Мастурьковских озерах собиралось едва ли не больше людей, чем сейчас. Тогда и мы не снился нынешний уровень комфорта, и тем не менее, десятки тысяч людей каждый год стремились сюда, чтобы встретить старых и новых друзей. Что изменилось, кроме уровня сервиса за 40 лет существования фестиваля, мы хотим узнать у нашего нынешнего гостя. Наверное, все-таки вот это вопрос уже не фестиваля, а сегодняшней жизни, когда все ушли в гаджеты, и здесь на фестивале все какое-то натуральное. Натуральное общение, натуральный костер, настоящие песни, которых, в общем-то, мы не слышим ни на радио, ни на телевидении, и поэтому, может быть, люди приезжают сюда. А вам нравился какой-то период определенный в истории? Или вы можете сказать, что изменения, которые происходят, они являются естественными? Потому что, вот, например, в то же 40-летие оно стало поводом для того, чтобы проводить какие-то анализы, говорить, что здесь был пик фестиваля, тут спад, тут что-то еще. Вот вы такие оценки хотите сделать? Я за этим не слежу, но прекрасно понимаю, что мне может казаться, что раньше было лучше, потому что я был моложе. И это естественный тоже процесс, и как бы, с другой стороны, у меня перед глазами молодые люди, которые не ночуют в своих домиках, они где-то проводят с удовольствием время. И я думаю, что все так же, как было, просто мы немножко меняемся, жизнь меняется, и как раз от этого только возрастает ценность традиции. Эта традиция почти не меняется, потому что люди приезжают и привозят новые песни, поют их, и как-то растут. Вот, и этого так мало сегодня в нашей жизни. Вы когда слышите песню, была у вас история, может быть, что вы по песне захотели узнать человека, познакомиться с ним? Происходили подобные случаи в вашем? Конечно, конечно. Вот это такая история была, довольно часто происходила, но, например, как-то я ехал в трамвае в городе Челябинске осенью и пел песню Юрия Кукина. И подумал, где-то же живет этот такой вот человек, который написал такую песню, и она так мне дорогая, как будто про меня написана. И, ну, честно говоря, я даже не мечтал познакомиться с Юрием Кукиным, но судьба вот предоставила мне такую возможность. Мы очень подружились, мы оба закончили институт физкультуры и оба писали песни. Вообще, как мы чем-то притягивались друг к другу. Царство ему небесное, не так давно он вот ушел от нас, но это было здорово. А какие песни о вас, кстати? А? Какие песни о вас? Вы сказали, что песни как будто обо мне, да? В принципе, все песни Юрия Кукина, «А я еду за туманом», начиная, и более изощренные и подробные песни Юрия Кукина, они все на меня ложатся. И «Ах, гостиница моя, ты гостиница». И вот веяние 60-х годов, весь этот аромат, он, собственно говоря, мне очень близок и понятен. И я до этого дотягиваюсь. Вот не знаю, дотягиваются ли дети, потому что все-таки и рок, и тяжелый рок, и другие интонации, более западные, это неплохо и нехорошо. Но тогда у нас было более закрытое общество и более монолитное. И поэтому какая-то удача творческая, она сразу пробивала несколько слоев и расходилась по стране. А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего и не пишется. Хоть бы раз суета нас свела, пусть больными пляшивыми. А какая бы встреча была, если б все были живы мы? А какая бы встреча была, если б все были живы мы? Когда вы считаете, может быть, что-то изменилось? Именно вот с теми изменениями в обществе, которые происходили, стояла меняться и музыка наша, российская? Ну, мне кажется, это меняется всегда. И я сейчас попадаю в такую категорию брюзжащих, стареющих людей, которые мне нравятся, как это делают молодые, как это было все по-другому. Но, тем не менее, когда это приближается к настоящей поэзии, это пробивает всех. И, наверное, вот гора, она как лакмусовая бумажка. Человек выходит, и публика собралась все-таки уровня выше среднего. И поэтому какие-то поделки, они не воспринимаются. Талантливая идет на ура. Когда у вас были последние откровения, связанные с авторской музыкой, с новыми исполнителями, с новыми музыкой, с новыми стихами? Ой, наверное, нельзя сказать, что это молодые авторы, такие как Третьяков или Наталья Дудкина, или Ирина Бугушевская. В авторской песне, как и везде, до 45 лет начинающий автор, а после 45 сразу классик. Поэтому есть потрясающие песни, конечно. У нас в раю, например, у Ирины Бугушевской. Просто откровение, да? Больше меня, конечно, трогает лирика. Потом все это довольно перепутанное. И Юрий Шевчук, когда пишет о войне и о каких-то вещах, это тоже штучные произведения, которые я бы записал на кассету и слушал их постоянно. Но вы, видимо, совсем не смотрите телевизор, не слушаете радио, да? Потому что, наверное, там совсем другая музыка. Или там тоже есть что-то интересное? Нет, почему? Я смотрю и с удовольствием иногда делаю для себя открытие. Но это бывает редко. И я вот, например, даже останавливаюсь специально, когда смотрю передачу «Дом-2». Я обязательно должен посмотреть какой-то кусочек. У меня есть какая-то надежда, что вдруг вот за 15 лет в какой-то из комнат окажется книжная полка. И вдруг молодой человек снимет «Томик» хорошей поэзии и прочитает какое-нибудь стихотворение своей девушки. Но вот до сих пор ни разу такого не случилось. К сожалению, не только в этой передаче, но и ни в какой другой. Очень ограниченное время, скажем, на канале «Культура» или вот где-то, знаете, был такой канал, которого сейчас уже нет. Значит, там, когда остается 20 секунд, и стрелочка идет, такое бросовое время, которое никуда. И вот в это время лучшие поэты современности читали свои стихи. Само это уже говорит об очень печальных событиях в нашей жизни. Другого времени на телевидении нет. Изгиб гитары желтый Ты обнимешь нежно Струна осколком эхо Пронзит тугую высь Качнется купол неб Большой и звездно снежный Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Качнется купол неба Большой и звездно снежный Как струн, что все мы здесь сегодня собрались Как облеск от заката Костер, мяч, сосен, пляж Ты ж такой стих, бродяга А ну, улыбнись И кто-то очень близкий Тебе тихой каскад Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались Многое изменилось бы, если бы это время нашлось для вас, для поэтов Ну, вот старшие товарищи говорят, что не надо преувеличивать значение поэзии на течение истории Но мне кажется, что все-таки образование и воспитание дало бы свои плоды Есть какие-то примеры, может быть, в мире большего внимания к авторам, к поэтам, которые нам, может быть, стоило бы К сожалению, и классическая музыка, и серьезная литература В общем-то, нигде не пользуются большим успехом То есть, вот эта вот, как бы, конъюнктура Когда пошире, все к этому стремятся Как говорит Михаил Михайлович Жванецкий Сидишь, пишешь, пишешь, что-то фигня какая-то Значит, хит То есть, все-таки, для того, чтобы писать высоко и красиво Требуется аудитория подготовленная А мы подготовкой такой аудитории практически не занимаемся Не практически, не занимаемся Такие одинокие острова в океане, как Казиник или Ямбург Вот мы недостаточно внимательны Они должны открывать огромные институты И воспитывать преподавателей, прежде всего Которые бы шли к детям, получали хорошую зарплату Им бы создавались условия Был бы большой кастинг, большой отбор И лучшим из них, талантливым, предоставлялась бы возможность заниматься воспитанием То есть, по сути, здесь некий заповедник особенных людей, особенной атмосферы, особенной музыки На фестивале? Конечно, конечно Это первая ступенька, как я сказал, большой поэзии И это очень важно, зацепиться за это Если ты каждый день слышишь, не буду называть фамилии по всем каналам То тебе даже не... Ты должен захотеть нажать в интернете кнопку Пушкин Это же надо, чтобы ты ее нажал Возможность есть Любого поэта сейчас открыл и прочитал любое стихотворение Но этого не происходит Проще там другие кнопки нажимать, которые сразу тебя радуют Но, тем не менее, наверное, некая надежда все равно остается Если мы до сих пор здесь встречаемся И мы встречаемся с вами не наедине здесь десятки тысяч людей Конечно Во-первых, у нас уже нет другого выхода Потому что мы идем этой дорогой И заигрывать с необразованной молодежью Подчиняющейся инстинктам, а не чему-то высокому Было бы неправильно Спасибо вам большое Давайте с этой надеждой будем жить дальше Надеемся, что фестиваль сохранит нам эту атмосферу Спасибо вам за беседу Спасибо Всего вам доброго С нашими зрителями мы прощаемся ровно на неделю Всего вам доброго Оставайтесь на телеканале Губерния До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин